Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестан. В студии была Ахмедова. Здравствуйте. И вот о чем сегодня расскажу вам я и мои коллеги. Очередная авария и снова не обошлось без жертв. В Бабайуртовском районе два человека погибли в ДТП. Дагестан становится доступнее. Прямой авиарей запустят между Махачкалой и Томском. О графике перелетов расскажем в выпуске. Трое и больше. Статус многодетной семьи теперь официально закреплен в законе. Что он дает, смотрите далее. Кубку Ивана Ярыгина готовы. О боевом настрой дагестанских спортсменов в спортивном блоке новостей. Не дня без ДТП и зачастую со смертельным исходом. Два человека погибли в аварии в Бабайуртовском районе республики. 49-летняя жительница Махачкалы, управляя автомобилем «Лада Гранта», выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовым автомобилем «Ман». Водитель легковушки и 17-летняя девушка погибли на месте происшествия. Еще один пассажир автомобиля получил травму и был доставлен в больницу. Для жителей Махачкалы новая рабочая неделя началась со снегопада. Столица Дагестана подвела снежным покрывалом с минувшего вечера. И пока одни местные жители радуются по-настоящему зимней атмосфере, другие испытывают неудобства. Так, на автодорогах Махачкала-Турали-Каспис и Махачкала-Аэропорт образовался гололед. В настоящее время проезжая часть здесь полностью обработана и движение транспорта осуществляется в штатном режиме. Чтобы подобная ситуация не повторилась, Дагестан Автодор поручил подрядной организации усилить контроль за содержанием данных трасс. А в Бештинском участке из-за снежных заносов закрыта автомобильная дорога Тлядал-Бешта-Кидеро возле Генухского перевала. Транспортное сообщение с населенными пунктами не прервано. Специалисты расчищают дорогу, когда она будет открыта, пока не сообщается. Новый авиарейс свяжет Махачкалу и Томск. Полеты появятся уже с конца апреля и будут выполняться дважды в неделю. Так, из столицы Дагестана самолеты будут отправляться по понедельникам и пятницам, а из сибирского города по вторникам и субботам. Время в пути составит 4 часа 10 минут. Как сообщает Росавиация, данный рейс является субсидируемым. Оба субъекта софинансируют по 25%. Статус многодетной семьи теперь официально закреплен в законе. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В документе прописаны меры социальной поддержки такой категории граждан. Согласно указу, многодетными считаются семьи, в которых воспитываются трое или более детей, а старшему не исполнилось 18 лет или 23 года при условии его очного обучения в учебном заведении. Единый статус будет действовать для них на всей территории страны. То же самое и с гарантиями, среди которых пособия и выплаты, досрочный выход женщин на пенсию, профессиональное обучение родителей и получение ими дополнительного образования. Правительство России должно установить единый образец удостоверения для многодетных супругов. Регионы могут расширять эту категорию с учетом национальных, культурных и демографических особенностей. Они имеют право устанавливать и дополнительные меры поддержки, но не снижать их. Обследование лесного массива, штурм зданий, поиск и нейтрализация условных преступников, а также освобождение заложников. Такие задачи отработали Росгвардейцы Дагестана в ходе тактика специальных занятий на базе учебного полигона в поселке Ленинкент. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства. Бойцы также совершенствовали свои навыки и умения в огневой и медицинской подготовках. Все поставленные перед ними цели достигнуты в полном объеме. В 2004 году начала выпускаться газета «Ас-Салам» на табасаранском языке. В этом году ей исполнилось 20 лет. В честь юбилея в Доме культуры села Хучни был организован маджлиз – выступление алимов, общественных деятелей и розыгрыш подарков среди посетителей. Главным призом стал автомобиль «Лада Гранта». Полпредмуфтията в южном территориальном округе Хусейн Гаджиев выразил благодарность редколлегии из Дании и вручил путевку на умра редактору газеты и по совместительству имам района Ансару Рамазанову. Я один человек, абсолютно ничего не смогу сделать. Впереди стоят уважаемые братья и сестры, это наш муфтия. Стоят эти люди, которые дают нам направление, которые указывают нам, как лучше работать с нашим жамаатом. Я благодарен им за то, что они дали мне возможность работать с вами. Я благодарен редакции газеты «Ас-Салам», которые на протяжении так долгого срока тоже дают возможность мне писать статьи, переводить аяты, переводить хадисы и донести до каждого из вас. И к новостям спорта. Футболисты махачкалинского «Динамо» вернулись из отпуска и начали готовиться ко второй части сезона. Первый выездной учебно-тренировочный сбор команда Курбана Бердыева проводит в Турецкой Анталии. Здесь у махачкалинцев запланировано два контрольных матча. Соперниками станут клуб «Олимпик» из Ташкента и «Борац» из Боснии и Герцеговины. Сбор продлится до 4 февраля. Напомним, что на зимний период динамовцы уходили в лидерах турнирной таблицы. Сезон в первой лиге возобновится 3 марта. Дагестанские вольники готовы к кубку Ивана Ярыгина. Сбор республиканской команды на базе в пригороде Махачкал завершился контрольными схватками. Все, на что способны наши борцы, покажут с 25 по 28 января в Красноярске. Тему продолжит Курбан Рагимов. На традиционном турнире в Красноярске дагестанская команда будет самой многочисленной. В ее составе 65 человек. На кону 10 комплектов награды и путевки на чемпионат Европы. Тренерский штаб остался доволен проделанной на сборах работой. Окончательно ее итог подведет выступление наших борцов на Ярыгинском турнире. Настрой, как всегда, боевой. Едем бороться, едем за медалями. Ребята отработали все. Два сбора очень хорошо поработали ребята. Поэтому настроены. Настроены. Это у нас сразу после Ярыгина чемпионат Европы. Поэтому ребята хотят отбороться на Ярыгина и заработать путевку на чемпионат Европы. В прошлом году вольники из сборной Дагестана привезли с берегов Енисея четыре золотые медали. В этом задача удержать взятую планку. Все, что от нас зависит, мы все сделали. Сейчас зависит от них, от ребят. Они должны выйти и бороться. Главное, наши цели лидеров без травм. У нас они ребята. Есть там пару весов. А так ребята готовы. Я тоже не люблю статистику. Я думаю, четыре золотых медали должно быть. Потому что могут и больше взять. Ребята в хорошей форме. И Ярыгинский турнир, он отборочник. Для сборной ребята знают, для чего едут. И будут бороться. Каждый будет бороться за первое место. Молодые ребята тоже напирают. Хорошо идут молодые. Ну, состав тоже у нас неплохой. Почти все борются. Все готовы. Все у нас, можно сказать, все такие. Кто-то с молодежки перешел. Чемпионы, призеры. Совет какой я могу. Главное, выйти и бороться до конца. Показать хорошую борьбу. Чтобы, главное, до конца боролись. Ярыгинский турнир, наверное, новые имена открывают часто. Ну, особенно Олимпийский год. Всегда было, сколько я помню, именно Олимпийский год. Всегда открывались новые имена. Особенно в Олимпийских весах это было у нас. Может, у нас тоже есть, вот, например, 65. Есть много молодых, ребята хорошие. Им 74. В каждом весе есть, кто может выиграть. Перед вылетом команду напутствовал министр спорта Сажид Сажидов. Обращаясь к борцам, он напомнил им о важности предстоящих соревнований и призвал проявить на ковре все свои лучшие качества. Весь Дагестан болеет, переживает за вас. И Олимпийский год, 24-й, он сегодня непростой. Каждый, наверное, год, каждый старт по-разному, по-особому важен. И свои какие-то сложности бывают. Но этот год, конечно, он очень интересен. Такого не было. И мы не знаем, что будет завтра. Поэтому каждый второй и третий номер, он потенциальный претендент, который может выступать на Олимпийских играх. А к этому надо быть готовым. Наша задача – быть готовым к завтрашнему дню. Скажут завтра, надо выходить бороться. Или скажут завтра, нам надо что-то делать. К этому мы должны быть готовы. В Красноярск наши вольники полетят тремя группами. Первая отправилась в столицу Сибири уже сегодня, 23 января, транзитом через Санкт-Петербург. Курбан Рагимов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала Белла Ахмедова. Хороших всем новостей и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин